Если в плане гипертрофии мышц это действительно очень сложно, то, друзья, худеть это вообще ерунда. Если ты не можешь похудеть, то ты не просто тупой, ты тупой, ленивый, дебил. Привет, друзья! Сегодня поговорим в очередной раз на очень важную тему, особенно полезно девочкам, тренерам, да и парням будет тоже полезно. О чем речь? Речь о взвешивании, о весах, о отслеживании своего контроля, прогресса. Очень часто в последнее время я встречаю такие заявления, в основном, конечно, от девчонок, что вот это мой комфортный вес самый, плюс-минус 2 килограмма и все. Типа я уже чувствую себя не так хорошо, уже не те ощущения, как говорится, да. Конечно, если ты весишь 40 килограмм, то минус 2 килограмма это очень много. Но если ты весишь, как обычный человек, за 50 килограмм, если мы говорим о девушках, стройных-то даже под 60, то плюс-минус 2 килограмма здесь тебе, в принципе, ничего не решает. И очень часто у нас, у нормальных людей вес прыгает. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Больше поел, меньше сходил в туалет и наоборот, понимаете, да. Но, говорят еще девчонки, вот прям сегодня буквально читал, что вот хочу, конечно, чуть побольше мышц, но мышцы ведь весят больше, чем жир. Друзья, что это за заявление? Килограмм мышц весит столько же, сколько и килограмм жира. Понимаете? Помните этот прикол в детстве у кого был, что больше, килограмм ваты или килограмм железа? Попробуйте ответить на него. Друзья, какая разница, сколько вы весите? Важно, как вы выглядите. Неужели вы согласны весить меньше, но быть жирной, чем весить больше, но быть хорошо подтянутой мышечной девочкой? Выбросьте ваши весы. Кто следит за моими работами, видео, статьи, книги, тот знает это и понимает, почему. Самая большая ваша ошибка, как тренера и как человека, который, к примеру, хочет изменить себя, это мерить свой прогресс, результат по весам. Почему? Ну, во-первых, я уже очень много раз объяснял, почему многие девчонки, в принципе, будем говорить, те, кто хочет похудеть, отказываются от тренажерки. Во-первых, потому что, ну, действительно, сами в этом ничего не понимают, не разбираются, да и тренера. Меня упрекают, что я говорю, что фитнес-выкидыши. Не может нормальный фитнес-выкидыш быть нормальным тренером, потому что он даже объяснить простые вещи не может. Вот представьте себе, жирный человек, да, в принципе, любой, приходит в тренажерный зал, чтобы похудеть. Мы не будем говорить про вот эту вот ерунду, которую вместо силовых тренировок, там, кардио впаривают людям. Плюс еще жесткая диета, да, понятно, к чему это все приводит. К совершенно отрицательному результату, потому что начинают теряться больше мышц, нежели жира. Но об этом я уже очень много раз говорил и писал. Сегодня хочу сказать о другом, конкретно в данном видео. Смотрите, я это тоже говорил, но, возможно, кто-то пропустил мимо ушей, не обратил внимания или не услышал. Услышьте, пожалуйста. Когда вы приходите нетренированный в тренажерный зал, да и вообще, в принципе, даете себе какую-нибудь физическую нагрузку, мышцы, как губка, вот которой вы посуду моете, они поначалу, условно говоря, сухие. Сухие в плане, что к ним не поступало столько питательных веществ с кровью, сколько нужно было и сколько вы могли бы им сделать, если бы изначально вели физически активный образ жизни. Но нет, вы же просиживали, пролиживали жопой диван, нажирали эти килограммы, а потом пытаетесь еще обвинить, что тренажерка не дает результата. Да нет, просто либо вы тупой, либо ваш тренер тупой, но, скорее всего, оба. Так вот, когда вы начинаете только тренировки, мышцы, как губка, начинают впитывать в себя все, что только можно, чтобы восстанавливаться, чтобы нормально функционировать, чтобы не быть кислым дерьмом. Понимаете, да, когда что-то в себя что-то накапливает, естественно, вес увеличивается. И даже может чуть-чуть увеличиться объем за счет этого, за счет того, что воды больше задерживается в мышцах. И это у кого как может длиться там несколько месяцев, в зависимости от того, до какого божественного состояния вы себя довели. Если вдруг кому-то кажется, что я кого-то оскорбляю, то, пожалуйста, друзья, куча супермарафонов и тоняшек, которые лежат вам в жопу, берут с вас бабло и при этом вгоняют вас вот в эти все состояния. В состояние тупости, в состояние совершенно далекое от того, чего вы хотите. Никогда, никогда не используйте весы. Вот смотрите, если вы реально нажрали на себя там огромное количество килограмм, которое измеряется двухзначным числом, то вы на первых порах при грамотном подходе и не очень будете терять реально вес быстро. Ну, мы знаем, что сначала уходит. Это не жир, не радуйтесь. Сначала уйдет вода и начнут сыпаться ваши мышцы, если вы не даете силового тренинга себе. А если вы добавляете кардио ко всему тому, что вы делаете на диете, вы будете сыпаться мышцами еще больше. Так делать не нужно. Поймите, девчонки, что худая корова еще не газель. Это не просто выражение. Найдите фотографии, найдите видео, где есть девочки с одинаковым весом, к примеру, там 60 килограмм. Но одна выглядит красиво, подтянута, стройно, спортивно. А другая просто как кусок целлюлита. Почему? Объяснять, я думаю, не нужно. Так зачем вы вгоняете себя вот сами в эти рамки, в эти блоки? Весы психологически вас убивают. Вы знаете, что мозг так работает, что все, что мы делали раньше, даже если это нам плохо, вредит нам, то это для мозга хорошо. Потому что мозг любит привычное, удобное, комфортное. А что может быть более комфортно, удобно, чем привычно? И вот все эти автоматизмы потом у вас вырабатывают все вот эти негативные реакции, как принцип домино. Почему? Потому что наш организм является системой. И как любая система, при воздействии на нее, на любой ее участок, реакция происходит по всей системе. Вот неважно, на что вы воздействуете в своем организме, это будет отражаться на всей системе, на всем организме. Причем завязано все, не только физическое наше, но и психологическое. Физика влияет на психику, психика влияет на физику. А это все еще под соусом биохимии. Понимаете? Когда вы себе даете установку, что вот, к примеру, вот я сейчас себя хорошо чувствую, встали на весы, увидели там условно 50 килограмм, мозг такой, о, 50 килограмм это мое любимое число. И потом, если у вас происходят изменения, отклонения, они у любого нормального человека происходят в любую сторону. Ну, неважно, даже если вы, к примеру, стали выглядеть лучше, но вы ориентируетесь по весам, по вот этим тупым цифрам, вы настолько начинаете уже на подсознательном уровне автоматизмы это все, привычки, навыки, как хотите называйте, неважно. Вызывает такой каскад ответных реакций, причем по всем фронтам. Психологически понятно, вы загрузились. Загрузились психологически, значит, выбрасываются плохие гормоны, плохие эмоции. Все это провоцирует еще больше негативных выбросов нехороших веществ, скажем так, в наш организм. Заметьте, причем неважно, похудели вы или поправились. Почему? Потому что на психологическом уровне мозг понимает, что что-то уже не так. А раз что-то не так, получи по полной. Зачем это нужно? Ориентируйтесь только на отражение в зеркале и фотографируйтесь раз в 2-3 недели или даже раз в месяц, в зависимости от того, на каком уровне, сколько на вас жира навешано. И по этому ориентируйтесь. Естественно, фотографироваться нужно в одном и том же месте. Мы с учениками только так работаем. Я готовлю девочек, выступающих на России, которых я вообще в жизни ни разу не видел. Мне присылаются отчеты в одном и том же ракурсе, в одном и том же купальнике, под одним и тем же светом. Не селфи только. Спиной, извините, лицом и двумя боками. И каждый раз сопоставляя, а сейчас тем более такие программки, если вы можете вообще такую вот себе составить линейку в течение полугода, получится у вас как минимум 6 фотографий, а у кого-то может и 12. И вы уже смотрите, есть у вас прогресс, есть ли у вас движение в направлении к вашей цели, или наоборот, вы остаетесь на месте, или наоборот еще хуже, ухудшаетесь. Понимаете? Весы ломаем, выбрасываем, вообще не ориентируемся по весам. Это не показатель, во-первых, а во-вторых, это вызывает кучу проблем с эмоциями, с психикой и, как следствие, уже и с вашим физическим телом, с вашим состоянием, с вашим мироощущением, мировосприятием и вообще ощущением здоровья. Для чего это нужно? Не занимайтесь ерундой, все давно просчитано и изучено. Если в плане гипертрофии мышц это действительно очень сложно, то, друзья, худеть это вообще ерунда. Если ты не можешь похудеть, то ты не просто тупой, ты тупой, ленивый дебил. Худеть просто. Худеть грамотно чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть. Просто нужно чуть-чуть напрячь мозги и действовать. Кстати, скоро, надеюсь, что скоро первая часть, самая важная уже, огромная, теоретическая, моей шестой книги, жирология, читай, думай, худей, уже готова. Осталось практическую часть доработать. И я вам настоятельно рекомендую приобрести эту книгу, потому что, поверьте мне, особенно если вы персональный тренер, или просто сами тренируетесь и хотите хорошо, правильно и грамотно это делать, это будет для вас, наверное, самая лучшая книга, которую вы когда-либо читали. Почему? Да потому что она, даже просто читая ее, потихоньку, размеренно, вникая все, вы будете меняться внутренне. Будет меняться понимание того, что происходит с нашим мозгом. А все зависит от мозга. Вообще, мозг регулирует нас полностью. На самом деле, если вы думаете, что вы принимаете какие-то решения сами, самостоятельно, это абсолютно неправильно и антинаучно даже. Что интересно, последние 15 лет наука изучения мозга продвинулась настолько далеко, что, наверное, за последние 100 лет не было столько, как за последние 15. Поэтому, друзья, думайте обязательно, изучайте, делайте свои выводы, слушайте умных людей, и все будет у вас хорошо. Ты понял, что выбросить нужно свои весы? Вообще забудь про взвешивание. Ну или продолжай страдать херней. Каждый волен делать, что хочет. Ну, а я, как всегда, желаю всем вам позитива. Увидимся уже очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова